Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о настоящем и будущем железнодорожного района города Гомеля. Присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затем до 1992 года служил в органах МВД. С 1993 года работал в Гомельском областном исполнительном комитете. Занимал должности юрисконсульта и главного специалиста юридического отдела, начальника отдела по работе с обращениями граждан и правовому обеспечению и заместителя начальника управления делами обл. исполкома. В 2010 году возглавил Главное управление ведомственного контроля обл. исполкома. В нынешней должности с августа 2014 года. На вопросы, которые касаются перспектив развития железнодорожного района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Виталий Юрьевич. Добрый вечер. Виталий Юрьевич, я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Независимости. Скажите, пожалуйста, что для вас значит эта дата? Я думаю, вы сразу поймете мое настроение и отношение к этой дате. Учитывая, что во время Великой Отечественной войны у меня два дедушки погибли и не вернулись с фронта. Поэтому я искренне благодарен нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что именно эта дата стала нашим объединением всего нашего белорусского народа и стала одним нашим главным праздником Днем Независимости. Потому что как бы не хотели присоединить в тот период в 1996 году, вы прекрасно помните, к развалу Советского Союза, именно той страны, которая победила фашизм. Поэтому я очень рад, что именно эта дата, именно сила и характер нашего президента позволил остановиться на этой дате. Дате именно освобождения города Минска. Эта дата понятна нашему народу, эта дата понятна всем людям, которые родились в Советском Союзе, потому что это травма, которая останется на века, и мы всегда будем гордиться этой победой. И тем, что сделали наши предки, подарив ценой своей жизни, подарив нам жизнь светлую, которую мы сегодня сохраняем и сохраним. И еще раз мы доказываем своей мирной площадкой, которая образована в Минске, где два братских народа между собой пытаются урегулировать существующий какой-то такой определенный конфликт. Поэтому я к этой дате отношусь очень тепло, понятно и трепетно, и патриотически. Скажите, пожалуйста, какие торжества будут проходить в Железнодорожном районе 3 июля? На территории нашего района это будет традиционно две площадки. Площадка в районе завода стадиона «Гомсельмаш», это на проспекте «Космонавтов». И вторая площадка у нас будет в нашем новом микрорайоне, это в Костюковке. Запланировано, как всегда, это с участием малых форм бизнеса, которые будут организовывать шоу традиционно. Это будет концертная программа, это будет торговля выставлена. То есть люди получат достойный праздник, достойная дата, и все уйдут с хорошим настроением. Хорошо бы еще была хорошая погода, чтобы как можно больше людей смогли принять участие. Хорошая погода будет. Накануне праздника хорошая для всех гомельчан новость пришла из Минска. Гомель признан лучшим городом по итогам социально-экономического развития и занесен на республиканскую доску почета. В этом, конечно, труд всех гомельчан, всех, кто любит свой город, кто добросовестно работает. Скажите, пожалуйста, вот как дела во вверенном вам районе? Как одной из составляющих гомельчан очень рады этой победе. Конечно, я хочу сказать, что железнодорожный район является таким волоемким. В Олоемке у нас только 6 тысяч субъектов хозяйствования находятся на нашей территории и практически 60 тысяч населения работающего. Если перейти к цифрам, то произведенные продукции в городе гомель, это 47% составляет предприятие железнодорожного района. Если говорить о чистой прибыли, то это практически 70% городской копилки, это составляет наш железнодорожный район. Продукция – это 47% произведенная на нашем предприятии. Поэтому мы очень рады, что смогли участвовать в этой победе, смогли участвовать достойно. И, как говорится, действительно это сплав простого рабочего директорского корпуса и управленческого персонала на всем уровне, включая даже и областные управленческие решения, которые тоже были направлены на достижение определенных положительных результатов. Это в целом работа большой дружной семьи гомельчан, горожан. И я очень рад, что достойное место в этом нашли и наши производственники, и наши жители железнодорожного района, подставив плечо в этой победе. Мы очень рады, что достигли этих успехов и благодарны честному судейству, которое произошло, и выбрали город Гомель. Кто же спорит с судейством? Каждый считает его честным, когда побеждает. Ну, я уверена, что это, конечно же, победа заслуженная. Территория вашего района стала недавно значительно больше, когда присоединен был поселок Костюковка к ЖД району. Ну, скажите, пожалуйста, как прошел этот процесс? У администрации прибавилось забот? В принципе, мы постоянно этот район курировали административно, потому что предприятия Костюковки находились под нашей юрисдикцией. Оставался вопрос решить только территориального. И этот вопрос прошел довольно-таки социально спокойно, при этом понимая, что будет определенное необходимо финансовое вложение. Потому что жители микрорайона нашего уже Костюковка с надеждой смотрят на город Гомель, чтобы как бы решить те проблемы, которые не удавалось раньше. И сегодня вот под эгитой председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дворника Владимира Андреевича и мэра города Петра Алексеевича Кириченко совместно проходили неоднократно совещание. И в этом году в Костюковку должна прийти как бы чистая вода о том, как бы системно Костюковка задавала эти вопросы, еще работая в отделе по работе с обращениями граждан. Эта тематика скучала. Мы своими, как бы так сказать, более скромными шагами в этом году нам удается почистить озеро в Костюковке, как бы приложившие. Это только такого районного нашего масштаба. Поэтому жители Костюковки почувствуют, что они горожане, они почувствуют тепло этой городской семьи, которая приняла Костюковку к себе. И скоро как бы все это почувствуется на практической, скажем так, ситуации. Может быть, некоторые как бы хотели, чтобы это все было побыстрее сделано. Конечно, обидно быть так близко от города и жить как-то иначе. Но, тем не менее, есть определенные ситуации, даже нормативного плана документы, которые должны быть выдержаны. И у нас идет с жителями микрорайона довольно-таки такой диалог, не на повышенных тонах. Мы друг друга понимаем. В наши рабочие группы включены ряд жителей непосредственно поселка Костюковки, кто участвует в рабочих группах. У нас постоянно диалоги идут с нашим предприятием «Гомель-Стекло». Мы встречаемся с трудовыми коллективами. Поэтому я спокоен и я рад, что в нашей семье как бы привелся поселок Костюковки. И нам удастся сделать его еще краше. Уважаемые телезрители, жители железнодорожного района, я приглашаю вас к диалогу. Пожалуйста, у вас сегодня есть возможность главе администрации вашего района обратиться напрямую. Присоединяйтесь. Виталий Юрьевич, вы возглавляете администрацию района уже почти три года. Что вы считаете из реализованного за этот срок, поводом для гордости, своим достижением? Я в вашем вопросе такое словосочетание, может быть, разбил бы два пункта. В первую очередь я хочу сказать, что я считаю одним из своих достижений. Что мне удалось сохранить то, что было создано уже в этом районе, другими руководителями, в целом жителями района. Удалось это сохранить и, можно так сказать, скромно приумножить. Скромно сделать какие-то штрихи, которые чуть-чуть делают по-своему железнодорожный район узнаваемый. Но основная цель, как и у врачей, не навредить. Поэтому я очень благодарен директорскому корпусу. Сегодня огромному директорскому корпусу железнодорожного района. Благодарен нашим рабочим, которые сегодня вместе мы дружной семьей выполняем показатели, которые сегодня установлены экономически. Я хочу сказать, что в этом году мы обеспечили практически 130% объема промышленного производства. Это труд всех наших рабочих. Я хочу сказать, что за этих три года мы выдержали не только экономический экзамен, но мы выдержали и политический экзамен, который нам представила жизнь. Это выборы в палату представителей. Сегодня как бы избраны кандидаты именно из, скажем так, трудового коллектива. Это Шилов Виталий Петрович, который выходит из ЛИНа, то есть рабочего класса. То есть люди выдержали основные эти мероприятия. Поэтому я считаю, что сегодня образовалась дружная семья железнодорожного района, которая имеет свой дух, свой колорит, свое отношение к жизни, которая, конечно, идет в ногу с нашими задачами, которые ставятся как бы государством. Потому что есть поколения, которые помнят, как создавался Сельмаш. Иногда поколение, которое помладше пытается говорить, что насколько сложно, экономические вопросы какие-то идут. То старшее поколение всегда приводит свой пример. Когда они строили ГУМ Сельмаш, тогда было не намного легче, были абсолютно другие условия. И сегодня, выступая на митинге, я вспомнил нашего героя Советского Союза, это Бориса Царикова, 25-й школы, который в 17 лет в октябре месяце 7 раз переплывал Днепр под шквальным огнем. Неужели ему как бы тогда было легче? Поэтому за это время у нас образовалась хорошая, замечательная семья. И это самое большое достижение, что мы друг другу верим, доверяем. И наподобие, говорится, нашей минской площадки, у нас в железнодорожном районе, возле ДК Випра, создана площадка, где мы можем общаться с оппозицией, живем. Нам тоже доверяют в этом плане. Поэтому я горжусь своим районом и горжусь своей семьей. Самое время посмотреть сюжет. На этот раз нашей съемочной бригаде не пришлось ехать далеко. Корреспонденты побывали на нескольких знаковых для района объектах и поделились увиденным. Давайте посмотрим и мы. Железнодорожный район Гомеля – большое административное территориальное образование. Его площадь более 4000 гектаров. По ряду ключевых позиций он занимает ведущее место в городе – важный индустриальный центр. На территории района расположены основные градообразующие промышленные предприятия. В первую очередь завод «Гигант Гомсельмаш». О том, чем он занимается, объяснять не имеет смысла. Машины торговой марки «Полесье» знают даже в довольно экзотичных для белорусов странах. Например, в Аргентине, Южной Корее и Иране. В холдинг входит число лидеров мирового рынка комбайнов. Сейчас на заводе горячая пора. Конвейер работает почти без остановки. Эти комбайны скоро отправятся в Россию и Украину. Параллельно идет работа над новинкой. Модель КЗ-1624 – новая разработка. По качеству сборки и производительности ничем не уступает немецким машинам. Покупатели на первые модели нашлись в России. Работы на данный момент очень много. Работы организовываются в выходные дни, продленные смены, чтобы обеспечить зерноуборочной техникой нашего потребителя. Задачи у нас только стоят такие. Выполнение плана отгрузки машин потребителю, выполнение плана производства. И на первом месте, конечно же, это качество выпускаемой техники. Для железнодорожного района «Гомсельмаш» имеет не только экономическое, но и важное социальное значение. Коллектив предприятия – около 14 тысяч человек, большинство местные. Ежегодный день машиностроители отмечают с размахом национального праздника. Завод оказывает благотворительную помощь многим социальным учреждениям района, в первую очередь детским. Буквально на днях организовали праздник для сироты социально-педагогического центра «Номаневича». В этом году помогли дому ребенка в Волотове, женской тюрьме, центру «Майский цветок». И это далеко не весь список. Детки всегда рады, когда мы к ним приезжаем, устраиваем какие-то конкурсы, игры, развлечения. Когда мы были зимой у них на утреннике, мы водили хороводы, дули воздушные пузыри мыльные. То есть только тепло ладошек – очень приятно. Очень приятно. Причем детки очень отзывчивые и реагируют очень хорошо на все происходящее. Сегодня в состав железнодорожного района входят центральная часть города, микрорайоны Старый аэродром, Волотова, Гомсельмаш, Прудок, Новая и Старая Мильча, поселок «Новая жизнь». Совсем недавно добавилась Костюковка – почти 10 тысяч новых жителей. Всего в районе проживают около 180 тысяч человек. Впервые за много лет развернулось масштабное строительство. На этом месте, на улице Федюнинского, недалеко от Ратона, вскоре появится новый микрорайон. Идет разработка площадки по строительству многоэтажной застройки. Планируется построить 10 жилых домов. Уже первые три дома должны быть введены в 2017 году. Оставшиеся – в 2018 год. Жилой микрорайон займет площадь около 35 гектаров. Построят порядка 2,5 тысяч квартир, в которые, по предварительным оценкам, заселятся более 6 тысяч человек. Не самая большая стройка, если сравнивать с Новобелицей или Центральным. Но железнодорожный район уже достаточно плотно застроен. Район еще советских многоэтажек, большой частный сектор, множество индустриальных зон. Площадку под строительство найти не так просто. Хотя небольшие резервы имеются. В перспективе планируется застройка в районе улиц Лепешинского-Каменщикова. Планируется, что дома в новых кварталах будут возводить с применением новых технологий. Обещают не забыть про создание зон рекреации, обустройство дворовых территорий, детских игровых спортивных площадок и парковочных мест. По возможности будут проектироваться сети велодорожек и велопарковки. Посмотрите диалог. У нас в гостях глава администрации железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин. Виталий Юрьевич, конечно, когда мы говорим об экономике железнодорожного района, то первое, что приходит на ум, это Гомсельмаш. Как вы оцениваете ситуацию на предприятии сегодня? Я оцениваю эту ситуацию довольно-таки с положительной. Потому что идет положительная динамика, невзирая на то, что у завода Гомсельмаш очень много конкурентов с мировыми брендами. Это Джон Дир, Ягуар. В России тут же Русельмаш. Но в такой конкурентной борьбе наш завод Гомсельмаш занимает 8% мирового рынка, держит в машиностроении. Если сегодня взять 10 миллионов белорусов на 7 миллиардное население, какой процент? И мы сегодня благодаря заводу Гомсельмаш держим такой приличный объем на мировом рынке. Поэтому я думаю, что нам не стоит стесняться, как раньше мы пытались говорить о Гомсельмаш, о каких-то недостатках, которые мы должны признавать своих лидеров и, возможно, как бы более, как говорится, агрессивно их рекламировать и признавать, что это наше, что это наши победители, что это наша техника. Она признаваема в мире. Сегодня я хочу сказать, что за 5 месяцев экспорт товаров составил 60 миллионов долларов США. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. И в 1,8 раза увеличен объем производства по сравнению с прошлым годом. Сегодня есть, мы узнаваемы. И мы сегодня составляем довольно серьезную конкуренцию мировым брендам. И мы тоже становимся мировым брендом. И нам сегодня этого не нужно стесняться. Я хочу сказать, что сегодня довольно-таки серьезный сплав директорского корпуса управленческого ИТР, высокопрофессионального рабочего класса. Встречаясь с коллективом, я как бы вижу в глазах всех, и рабочего, и управленца, насколько они любят свое предприятие, насколько они им дорожат, насколько дорожат сегодня этим ним. Гумсельмаш – это огромный бренд. Огромный бренд Советского Союза, который мы сохранили. И это как бы социальная большая поддержка. Это же весь микрорайон связан с семейными традициями этого завода. Это и определенная социальная нагрузка, которую нанесет себе государственный холдинг, и дворец культуры, и стадион. Сегодня в этот холдинг ходят и ЗЛИН, и СИТ объединили. Это огромный холдинг, масштаба должен выйти до уровня транснациональной компании. ЗЛИН – помощник Гумсельмашу или нагрузка сейчас? Нет, ЗЛИН – помощник Гумсельмашу. Я хочу сказать, что сегодня в этом холдинге нельзя назвать, что кто-то встает, кого-то нужно тянуть на плечах. Нет, это сплоченная команда управленческого персонала, это сплоченная команда рабочих, которые дополняют друг друга. Дополняют и выдерживают. То есть дают второе дыхание. Каждому помогают. Поэтому сегодня это достаточный коллектив ЗЛИН. Сам зарабатывает себе деньги, работают без убытков. То есть сегодня есть виды новой продукции, которую они сегодня производят. И для атомной станции они проводили осваивать. И сегодня прорабатывают вопросы, чтобы ряд продукций, которые они выпускают, они прошли в строительную отрасль. Сегодня предприятия наши работают, и мы конкурентоспособны. Мы зачастую просто скромничаем. Мы скромничаем и боимся себя представлять такими, какими и есть, показывать. Мы довольно-таки серьезные конкуренты мировым брендам. Проблем со сбытом продукции сегодня у Гумсельмаша нет? Проблем со сбытом нет. И нет проблем с производством. Сегодня мы производим и продаем продукцию. И ее ждут. Недавно Гумсельмаш заявил о создании совместного предприятия в Индии. Насколько это перспективное направление? Далеко от нас. Это еще одно из подтверждений нашего качества работы, нашего трудового коллектива. Сегодня Индия – это интересный рынок для всех. Огромный интересный рынок. Это большая страна, большое население. Он, конечно, интересен. Это перспектива завтрашнего дня. Работая с такими крупными партнерами и завоевывая их рынок, это не только фактор доверия, но и фактор определенной ответственности. Я понимаю, с какой долей ответственности к этому подходит руководство завода. В среднем, если на статистику это посмотреть, то я думаю, что это в течение первых двух лет, это около 100 комбайнов, 100 единиц, будет передано. Это значительная площадь, которая будет занята. И в дальнейшем мы с вами прекрасно понимаем, передав комбайны, дальше это пойдет. И запчасти, и все это длительное сотрудничество. Вообще, Гомсимаш не боится экзотических рынков. Как показали себя хлопкоуборочные комбайны в Африке? Куда? Не так давно тоже они были отправлены. В Африку не только были хлопкоуборочные комбайны поставлены. Туда была линейка поставлена, ряд гораздо больше. Они показали себя качественно, хотя это небольшой объем был техники поставлен. Понятно, как пробный вариант. Но сегодня именно вот так завоевываются рынки. Маленькими шагами, как говорят, шаг за шагом мы открываем для себя новые рынки. Поэтому сегодня и мы проверяем эти страны, как партнеров, которые солидно способны быть платежеспособными, так и они наше качество. Поэтому сегодня большое сотрудничество. Я как бы обратил внимание, что 8% мирового рынка мы держим, и мы дальше его расширяем. Ну и маркетинговая политика достаточно интересная на Гомсельмаши. Компьютерную игру с комбайнами вы видели, Виталий Юрьевич? Да, это польская компания разработала эту игру для Гомсельмаша. И я думаю, она будет иметь свой определенный воздействие на подсознание тех, кто в эту игру играет. Она будет иметь этот маркетинговый ход, определенный успех. Еще пока самой ее на рынке нет, есть только трейлер, который сейчас могут наши телезрители увидеть на стене. Да, это отход, который заслуживает внимания. И я уверен, что качество и реклама добьются результата. Но уж все мы прекрасно помним то, что говорил Форд. Не жалейте денег на рекламу. Поэтому это будет достижение. То есть как такой инструмент рекламы достаточно перспективный? Перспективный, новый и умеющий влиять. Потому что бигборды, которые проезжаем и видим, это уже вчерашний день. А это новое, современное, которое, как говорят психологи, на корку подсознания будет воздействовать потребителю, который, увидев, пожелает потрогать это руками и ощутить. Значит, продолжим тему маркетинговой политики Гомсельмаша. Еще далее, Виталий Юрьевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер, Виталий Юрьевич. Я являюсь жительницей железнодорожного района. Мало того, что проживаю в этом районе, еще и работаю. И дети мои ходят в школу в микрорайоне Гомсельмаш. Меня интересует такой вопрос. Во всем мире развивается велодвижение. И очень бы хотелось, чтобы в нашем районе было удобно передвигаться не только на автотранспорте, но и на велосипедах. Планируется ли в нашем районе развивать велосипедные дорожки? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Виталий Юрьевич, вы ездите на велосипеде? Конечно. И по городу? Нет. А по городу нет? По городу на автомобиле передвигаются. Потому что инфраструктура неудобная? Почему? Нет. Я предпочитаю как бы велосипед. Это как прогулка, которая должна совмещаться. В целом выехать в лес, в лесу, проехать, где можно действительно отдохнуть. Да, для отдыха. Но сегодня велосипед еще и очень такое утилитарное средство. Средство передвижения для людей по городу. А наш город, город Гомель, к сожалению, не очень пока готов. Ну, я не хотел бы, чтобы так акцентировать внимание, что именно наш город Гомель не готов к этому. Мы с вами можем как бы вернуться к историческим моментам, да? Что сегодня это движение началось развиваться буквально только пару лет. Пускай года три назад, да? Стали набирать, набирать обороты. Раньше как бы это абсолютно по-другому. У нас уже в районе Гомель-Сельмашт по проспекту Космонавтов были разделены пешеходные дорожки, которые довольно-таки позволяли ездить отдельно велосипедистам. Они были как бы уже отделены. Это то, что сразу власти могли сделать. То, что нашли вариант решения, где можно как бы это делать. Но сегодня что посмотрите, скажем так, дворы, да? Если мы вернемся к временным режимам. Ну, 20 лет назад у нас на дворовой территории стояло 2-3 автомобиля и позволяли парковаться, да? Сегодня это у нас возникает опять-таки проблема с парковками. Но это благосостояние человека, которое... Сегодня инфраструктура, конечно, не всегда может так мобильно подстраиваться, потому что это фундаментально. Конечно, но никто не ждет сиюминутных каких-то изменений, Виталий Юрьевич. А на перспективу вы учитываете это? Что сегодня все больше и больше людей пересаживаются на велосипеды. И нам чистый воздух сохраняет. На перспективу не только я как бы об этом думаю. Об этом думает и руководство города, и руководство области. Как из этой ситуации разработать, чтобы она не мешала сегодня. Потому что сегодня кроме велосипедистов у нас есть еще пешеходы, у нас есть еще водители, у нас есть еще мотоциклисты. И в этом комплексе разрабатывается стратегия, еще раз как показал, что делает власть, да, улица Кирова. То есть сегодня мы увидели, какие были пробки, столб автомобилей, да, сколько это было на экологию, как влияло. Было принято решение абсолютно другое, да. Нестандартное, креативное, и оно было принято в этих рамках. Сегодня мы видим, что сегодня эта проблема исчезла. Хотя кому-то просто не нравится, что перенесли его привычка. Одного, там, десятка человек, что сегодня нельзя нету пешеходного перехода. В целом общество город выкрал. Та же самая ситуация будет, конечно, и с велосипедными дорожками. Да, современный город должен быть удобным. Как средство передвижения. Это как бы одна ситуация, которую мы должны рассматривать. Как средство отдыха, то это абсолютно другая. Я думаю, что на сегодняшний день как бы работают над средством отдыха, параллельно со средством передвижения. Вот еще один вопрос про Гомсельмаш, и перейдем к другим темам. Первым у нас, насколько я знаю, начало это предприятие осваивать сферу промышленного туризма. Есть спрос? Вот количество желающих прийти, посмотреть, посидеть? Вы правильно сказали, что это как бы первые шаги, мы начинаем. Поэтому сегодня мы это производим на таких как бы так официальных делегациях, в которых рекламируем то, что сегодня есть на заводе Гомсельмаш. Как это подсмотреть, как этот промышленный туризм нужно определить, увидеть. Поэтому мы идем пока через официальные делегации, не на коммерческой основе. Я думаю, что сегодня прорабатываются заводом Гомсельмаш эти вопросы с туристическими фирмами, то есть в первую очередь, которые могут предлагать. И надеюсь, что такой гигант, как Гомсельмаш, будет востребован. Ну да, может еще и зарабатывать на этом в будущем. Там есть музеи, там называется музей новой техники на открытом. То есть есть моменты, скажем так, советского времени еще остались, на которые можно посмотреть, прикоснуться уже к эпохе. Виталий Юрьевич, хотел бы перейти я к другому предприятию, не столь, к сожалению, успешному и имеющему такой большой потенциал, как Гомсельмаш, это светотехника. Почему оно важно? Почему так важно его сохранить? Потому что да, оно дает рабочие места людям с инвалидностью по зрению. Долгие, ну не долгие, несколько лет. Там сохранялась достаточно непростая ситуация. Найден ли выход из нее сейчас? Выход из этой ситуации найден. Эта ситуация была как бы подконтрольна и находилась постоянно в поле зрения нашего председателя областного смысловского комитета Дворника Владимира Андреевича на уровне республиканской структуры и на уровне города Гобеля Петра Алексеевича Кириченко. И вот этот тендем, конечно, он позволил решить именно социальную проблему, потому что мы сегодня с вами понимаем, что это предприятие создано было в советские времена не столько как бы, чтобы конкурировать, а чтобы работать именно социальная поддержка, социальное партнерство государства, определенной как бы категории людей, которые на равных не могут участвовать в конкуренции, скажем, в трудовых профессиях. Найден выход. Сегодня как бы у нас есть заказы на стадион Минский Динамо, выполняем, поэтому уровень заработной платы увеличился со 150 рублей в прошлом году, к этому периоду до 400 рублей практически. На сегодняшний период идет работа. Сегодня руководство, как республиканское, все-таки наше областное и непосредственно директорский корпус этого предприятия не останавливается на достигнутом, потому что сегодня мы прекрасно знаем, заполнили один стадион, у нас идет следующий год. Поэтому мы как бы работаем и над другими, и с выходом на российские предприятия, потому что там идет обновление определенной спортивной структуры. Работаем с нашими предприятиями, с заводом БМЗ по выпуску определенной продукции, как бы завершается на БМЗ испытание, то есть этот процесс будет доведен до конца. Я хочу сказать, что это предприятие будет жить. Сегодня нужно отдать должное и Шилову Виталию Петровичу, который на республиканском уровне тоже участвовал в этом процессе по земельному налогу. То есть то, что предприятия, как бы были внесены определенные коллективы. Предприятие будет жить. Предприятие будет жить и будет как бы работать. То есть в ближайшее время его перспектива на 2-3 года, она как бы видна. Виталий Юрьевич, если город живет, то город строится. Нашел интересную площадку железнодорожного района. Это на улице Федюнинского. Там скоро вырастет новый микрорайон. Место прекрасное. Как с социальной инфраструктурой там будут обстоять дела? И как будет добираться транспорт? Место красивое с учетом озер, которые там расположены. На сегодняшний день транспорт в этом микрорайоне есть, потому что там связано с поселком Новая Жизнь. Возможность его усиления. Сегодня рассматривается нашим предприятием. Горэлектротранс приобретение новых троллейбусов, которые будут иметь возможность на аккумуляторном ходу до 30 километров. То есть сегодня, как бы конкурируя с автомобильным транспортом, наши троллейбусники рассматривают ситуацию, чтобы более достойно быть мобильными. Потому что не везде проложат сейчас, конечно, линии электропередач. Вот таким путем совместного они будут конкурировать. Поэтому вопросов с транспортом не будет. Это как бы стопроцентная ситуация. Садики, школы, поликлиники. То, что больше всего людей в новостроек обычно тревожит. Садики, школы, поликлиники. Я хочу сказать, что в ближайших районах, в районе, скажем так, нашего троллейбусного парка, есть, как бы, мы с вами понимаем, что уже такой стареющий сектор, стареющее население. Там школы, там достаточно сильный преподавательский состав. И у нас, как бы, в школах и в детских садах, именно вот в таких микрорайонах есть свободные места. И они не будут перегружать. Часть возьмет Волотова, часть Аэродром, Прудок. То есть в этом у нас, как бы, проблем сегодня не будет. У людей будет право выбора. Виталий Юрьевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире. Спасибо. Виталий Юрьевич, у меня вопрос по поводу благоустройства 17-го карьера, который находится на улице Озерной. Дело в том, что он раньше чистился, благоустраивался. Стоит пост спасателей, освода. И дело в том, что со всех пляжей, которые существуют в городе, железнодорожный район обделен. Ни одного нету пляжа, где люди бы могли отдохнуть. Ну, поскольку у нас выхода к реке нету, ну, хотя бы, чтобы на карьерах сделали одно... Ну, я имею в виду в черте города, не Костюковка. Костюковку я слышен. Поняли вас, да. Благоустройство. И так, чтобы там можно было отдыхать на этих объектах. Спасибо большое за вопрос. Виталий Юрьевич. Ну, к сожалению, мы как бы и в Костюковке еще не полностью завершили то, что запланировали. Там как бы созданы определенные условия, чтобы люди могли купаться. Тоже по спасателям, как бы завезен песок. Та же как бы ситуация планируется и на этих озерах. Мы с учетом того, что есть там определенная, скажем так, материальная база, плиточное покрытие, там красивые ротонды сделаны. У нас нашелся, как бы, определенный инвестор, который проявляет инициативу. Мы в целом, как бы, в душу у этой, скажем, каскад озер. Надеемся, что вольем. Они получат не только, скажем так, материальность свою, но и душу определенную здесь. Вот мы сейчас работаем с этим инвестором. Постараемся, чтобы в этом году первые какие-то проектные вопросы прошли сделать. Ну, а в дальнейшем, я думаю, что в следующем году все увидят, как это изменится ситуация. Я надеюсь, что у нашего инвестора получится решить вопрос с банком развития. Для этой темы она такого хорошей социальной направленности. Это будет замечательное место. И, может быть, стратегия имидж Сельмаша, она будет тоже потихоньку, как бы, так развивать в другом направлении. Это Олег Юрьевич. У нас есть опрос на тему, какие предложения вы бы внесли по благоустройству железнодорожного района города Гомеля. Я думаю, что вам будет интересно увидеть. Тут много чего уже сделано. Наверное, возле озера бы хотелось побольше благоустроенных пляжей. Игровой центр не батуты на 20 минут с большой стоимостью, а целый центр, чтобы там была детская кафешка, была зона отдыха для детей. Меня все устраивает. Туда озера ездить, где с детьми поиграть, погулять. Побольше фонарей, чтобы в позднее время, как будто есть улицы, такие очень темно, хочется посветлее, чтобы не страшно было с работы, идти с учебы детям. Дороги вообще отвратительные. Одна дорога, везде остальное все ерунда. До озера обещали нам благоустроить, как только клуб в советском районе, уже очень красиво. А у нас такого нету. Вроде всего хватает, все вроде есть. Детских площадок не хватает, наверное. Поликлиник, детских садов. Ну, каких-то развивающих, развлекательных центров для детей. А благоустроить это озеро, более-менее сделать, нормально. Хорошего скверика, где может посидеть пожилые люди и с детьми, и с внуками, и со всеми прочими. Чтобы побольше улыбались люди. А люди будут улыбаться того, чтобы будет больше зелени, будет цветов больше, будет больше красоты. Чтобы фасады наших домов были намного ярче. Вы смотрите диалог. Глава администрации железнодорожного района города Гомеля Виталий Уткин. Сегодня наш гость. Виталий Юрьевич, как Вы оцениваете прозвучавшие замечания, предложения, насколько они сходны с Вашим мнением? Они с нашим мнением совпадают, потому что мы системно общаемся с нашими жителями. Это и в трудовых коллективах, и по месту жительства. Мы вместе с ними говорим в одном русле. Поэтому Вы прекрасно видите, как на экране это излагалось не эмоционально, это шел диалог с предложением. Поэтому люди прекрасно понимают, что сегодня ряд вопросов зависит исключительно от экономической ситуации. Чтобы частично какие-то вопросы закрывать, мы объявили акцию «Помоги своему району» по благоустройству. Это помогает в первую очередь со своей зарплатой. Я вложил деньги, работники администрации пропорционально. Понятно, что руководители чуть больше, чем рабочие. И так потихоньку мы эту акцию будем развивать. Будем из этого денег смотреть, как перекрывать те вопросы, которые частично. Мы живем душой. В районе есть душа и у людей, которые выступали. Поэтому будем делать. Конечно, то, что касается дорог, нам городские власти непосредственно помогли. Мы в прошлом году и улицу Озерную сделали, и улицу Фадеева. То есть сегодня в этом году запланирована улица Богданова. То есть эти процессы идут, но это как бы значительные затраты. Сегодня мы возвращаемся, ищем варианты, скажем, такого партнерского небюджетного финансирования, чтобы войти в дворовые территории, ямочные ремонты, делать эту ситуацию. Начнем бы в Костюковке железнодорожной, как бы наш ЖРЭД уже принес предложение туда перейти. Поэтому все будет исправляться. Я полностью солидарен с теми, кто сегодня давал интервью по этому поводу. То есть предложения без внимания не остаются? Не остаются. Они у нас анализируются, и мы ищем варианты решения этой ситуации. Ну что ж, Виталий Юрьевич, спасибо за сегодняшний диалог. Что бы Вы в завершение хотели пожелать жителям района и всем нашим зрителям? В преддверии праздника. В преддверии праздника я хотел бы, чтобы мы всегда помнили, что в нас течет кровь непосредственно победителей Второй мировой. Именно мы, именно мы, белорусы участники этой ситуации. Мы гордо несли это знамя, никогда не опуская голову. И быть такими же добрыми и счастливыми, как сегодня. У нас есть перспектива счастливого, хорошего будущего. Поэтому я всех поздравляю с праздником и всем крепкого здоровья. Ну что ж, желаю району успехов дальнейших. Спасибо. Любимый мой район, я в нем живу. Вы смотрели диалог. У нас в гостях был глава администрации железнодорожного района города Гомеля Виталий Уткин. С наступающим Вас праздником и хороших выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!